МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Сейчас я проведу небольшой юридический ликбез для тех, кто не знает, что такое договор пожизненной ренты. Это когда гражданин передаёт права на недвижимость покупателю, но остаётся жить в своей квартире, получая фиксированную плату, ренту, до самой смерти. Обычно такой сделкой пользуются пожилые люди, которые хотят провести остаток своей жизни не в бедности и нищете, а под присмотром и с хорошим финансовым содержанием. Но, как вы помните, недвижимость – это тема номер один для мошенников. Недавно мне в сети попался один пост от некой Зинаиды. Короче, народ, нужна помощь. Я к своей сеструхе в Москву приехала, потому что она оказалась в полной заднице. Она должна была жить в двухкомнатной квартире, а оказалась вот здесь. С ребёнком вообще ещё и без денег. Она подписала с пенсионеркой договор пожизненной ренты. Должна была этой бабке платить на пожизненное содержание 30 тысяч. Ну, она внесла предварительный взнос, миллион, да, короче, там к нотариусу сходили с риэлтором договор, подписали все дела. И через какое-то время оказывается, что старушка померла. И померла не просто так, а от отравления. Короче, Ленка там в панике звонит этому риэлтора. Он говорит, всё, давай договор порвём, потому что на тебя менты дела уголовные заведут, в убийстве обвинят и всё такое. Вот я хочу спросить. Мне кажется, что что-то лажа какая-то он свалил с её деньгами, потому что... Семька, дура, ты кому это рассказываешь? Ах, Лена, успокойся. Сверхи телефон. Я в интернете хочу спросить. Лена, успокойся. Может, ещё жертвы какие-то есть. Да ты что? Ты что, идиотка? Меня теперь в тюрьму посадят? Да нет, ой, слушай, я тебя умоляю. Я говорю быстро. Успокойся. К сожалению, Зинаида уже удалила этот пост. Возможно, сестра её в этом убедила. Но я успел переслать это видео ребятам. Очень надеюсь, что они найдут и автора этого видео, и её сестру. Они не супергерои, они обычные ребята. Просто они предпочитают действовать. Да ладно, что-то... Руки убрал. Отпусти девушку, быстро. Что нам надо? Да чтоб вы в тюрьму сели. Вячеслав Василевский. Боец. Шестикратный чемпион мира. Бесстрашный. Целеустремлённый. Слева. Да, отлично. Дарья Рубинская. Журналист. Давайте договоримся. Нет, мы не договоримся. Дерзкая. Инициативная. Владимир Сарков. Бывший морпех. У вас был выбор, на чьей стороне быть. Вы его сделали, поэтому отдыхайте. Жёсткий. Принципиальный. Вы паразиты, которые живут за счёт людей. Мы объединились, чтобы вместе начать охоту на мошенников. Ой, спасибо вам большое. До свидания. Охота началась. О, здрасте. Здрасте. Зинаида, пойдёмте, пойдёмте. Вы Ленку сразу вот этими штуками своими не пугайте, потому что она сидит на стрёме сейчас постоянно. Но она боится, что за ней придут её посадят, окей? Ну, на самом деле, у меня нет цели пугать вашу сестру. Я просто хочу, чтобы она мне всё в деталях рассказала, чтобы я ей помогла. Окей, хорошо. Ну, короче, я просто на тренинг прилетела из Норильска. Я отпросилась с работы за свой счёт. И мне уже обратно надо. Прилетаем к сеструке в гости, а тут вот такая хрень. И самое главное, слушать никого не хочет. Я говорю, давай обратимся. Она не хочет ни в какую слушать. Ой, собаке, привет, соседи. Вот. Ну, поэтому я вот не знаю, что дальше-то делать. Надеюсь, поможете как-то. Ну, сейчас будем разбираться, будем решать как-то. С помощью изображения Зины нам удалось найти её профиль в социальной сети и выйти с ней на связь. Также удалось установить имя той пожилой женщины, которая якобы умерла от отравления. И зовут её Римма Петровна ***. Ну, а дальше, не без помощи Феликса, нам удалось выяснить, что никакого уголовного дела по факту гибели гражданки *** Риммы Петровны не возбуждалось. Дальше ещё интереснее. Зина подсказала нам адрес той квартиры, которую её сестра Лена приобрела по договору пожизненной ренты. Римма Петровна никогда не являлась собственником этой квартиры. И нам до сих пор непонятно, каким образом эта старушка оказалась в этой квартире и смогла провести сделку. В той квартире сейчас тишина. Света нет. Дверь никто не открывает. И наша мобильная группа поставила видеонаблюдение, ну, чтобы быть в курсе, что там происходит. Я надеюсь, договоримся, как-нибудь. Ну, что-то закрыто. Лен! Да, да, сейчас, погоди. Закрыто. Ну, что? Пойдём, меня-то... Да Лена, блин, да подожди ты! Да ладно? Да Лена, блин, я с мамой разговаривала, из Нарисы, Лен. Она сказала тебе поговорить. Лен, ну, убирайся. Тоши, работа на... Всё, короче, опять. Пошли, пошли, пошли. Мокро. Лен, не мешай. Послушайте, меня зовут Дарья Рубинская. Я с телеканала ЧЕС, телевидение. Мы можем с вами пообщаться? Нет, конечно. Я хочу вам сказать, что я наверняка знаю, что никакого уголовного дела по факту смерти Риммы Петровны не возбуждалось. Потому что никакая Римма в этот день не умирала. Может быть, пообщаемся всё-таки? Я вам говорю правду. Ну, наконец-то. А то я ж думаю, что не откроют. Да уж, серьёзность и товарища девушку напугали. И не говори. В Москве я уже шесть лет. Богданчику четыре. Отец его нас кинул. Я хотела уже просто определиться с жильём. И накопила миллион. И шкафать. И поэтому я стала рассматривать варианты. И нашла такой способ. прочитала договор с пожизненной лентой. Решили так приобрести квартиру, да? Да, да, конечно. Но я решила, что мне это подходит. Потому что по-другому, иначе вот так вот всю жизнь. А как вы нашли эту Римму Петровну? Не я его нашла, Валентин. Валентин это кто? А я сидела в группе. И там люди общались по поводу недвижимости. И там сидят ещё бывают юристы. И риэлторы туда тоже заходят. И Валентин это? И Валентин вот как раз оказался одним из риэлторов. Ну, он как бы увидел, что я много там задавала вопросов. Ну, вот знаешь, что меня беспокоит? Договор о пожизненной ленте. Ведь был заверен у нотариуса. Неужели он не заметил подделку? Интересный вопрос. Парочку вариантов я посмотрела и выбрала квартиру как раз вот Римму Петровну. Мы сейчас в садик уже собираемся. Давайте я его потом в другой раз расскажу. Стоп, 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 стоп. Смотри. Давай в твою ножку. Поднимай, поднимай скорее. Давай? Ну, ладно, хорошо. Давай только смотри, чтоб не капризничала. Так, сейчас мы. Стой. А мы, девочки, давайте, да, спокойно. Так, все, пошла, пошла. Хорошего дня тебе. А что тут у нас? Так. Что по поводу нотариуса? Давай, сон, сон. Здрасте, проходите. Здрасте. Проходите. Недвижимость – это тема номер один для мошенников. Она подписала с пенсионеркой договор пожизненной ренты. И через какое-то время оказывается, что старушка померла. Ты что, идиотка? Меня теперь в тюрьму посадят? Да, Небур, слушай, я тебя умоляю. Я говорю быстро. Ты успокойся. Уголовного дела по факту смерти Риммы Петровны не возбуждалось, потому что никакая Римма в этот день не умирала. Я сидела в группе, и Валентин смог как раз оказаться одним из риэлторов. Он мне скинул парочку вариантов. Я посмотрела и выбрала квартиру как раз вот Риммы Петровны. Слушай, давай я просто отведу. Давай вторую ножку. Давай вторую ножку. Поднимай, поднимай скорее. Ну ладно. Так, давайте я повторю вопрос. Вы договор оформляли у Натальи с этой Риммой? Мы, нет, мы сначала поехали, посмотрели квартиру для Риммы Петровны и познакомились с ней. Оказалось, очень милая бабушка. Вот у меня эта пара, она много вообще у меня спрашивала. Я сказала, что с Богданчиком хочу жить. Она у меня много спрашивала про то, что он любит играть. Говорили и отвлекали Лену от изучения документов. Ну, прием этот известный. Вот она сказала, что... Вот сто к одному. Старушка в теме. Валентин сказал, что нотариус у него есть свой знакомый. Вот, я вот это ей хотела выяснить. То есть это был нотариус Валентина, а не вы его самостоятельно нашли? Нет, я не искала нотариуса, и он приехал. То есть как бы все быстро провели сделку. Он проверил все документы, все в порядке. Валентин заверял. Ну, все понятно. Если нотариуса подогнал Валентин, он тоже в теме. Ну, версия рабочая. Или вообще это был не нотариус никакой, а так клоун. Наряженный, который в этой нотариальной жизни не купался. А вы сразу заехали в квартиру к Риме? Да нет. Я собиралась через три дня, только я даже вещи не успела собрать. Римма Петровна меня позвала пока что до приезда отметить, сделать. Мы чай попили, а потом договорились на завтра погулять вместе в парке с Богданчиком уже. А потом на завтра я ей звоню, а она просто не отвечает. Я ей звонила много раз. Ну, тишина полная. Я испугалась очень, потому что Римма Петровна говорила, что очень много болезней у нее разных, и давление высокое. Я вообще не знала, что делать. Я позвонила Валентину. Я ему сказала, что Римма Петровна на связь не выходит. Он сказал, чтобы я не волновалась, что у нее такое часто случается, потому что она, бывает, оставит где-то телефон и может про него забыть. В итоге он мне позвонил через два часа и сказал, что Римма Петровна умерла. А я вообще была в шоке. Я хотела туда поехать. Он сказал, чтобы я не ехала, что он сейчас дождется скорой помощи и полицию, и сам все там расскажет, объяснит. То есть, получается, Валентин вас уговорил не ехать, правильно? Да. А еще он в конце цинично добавил, что на сделку это никак не повлияет, и что мне эта двушка досталась за миллион, так как теперь за содержание не придется платить. А на следующий день он мне позвонил и сказал, что Римму Петровну отравили. И сейчас придется следствие в ее квартире. Он сказал, что я в опасности, что так как мы оформили только что сделку по жизненной ренте, я единственная заинтересованная в ее смерти лицо, и что я буду первой подозреваемой. Я ему говорила, что я никого не травила, никого не убивала. Но он сказал, что пока это будут выяснять, меня просто на год посадят в следственный изолятор, потому что это не быстро обычно происходит. И нападающим его отправят в детский дом. А он знал, что вы с ней встречались после подписания договора у нотариуса? Ну, конечно, да. Она меня приглашала как раз в его присутствии. Я так понимаю, он весь этот разговор затеял для того, чтобы предложить вам какой-то выход из ситуации? Да, все так. Он сказал, что для того, чтобы меня не подозревали, ко мне не было никаких вопросов, лучше всего расторгнуть данную сделку, уничтожить все документы. Вот уж кто точно ковыряженый с хорошими актерскими задатками, это Валентин. Лена без каких-либо доказательств поверила в то, что старушка умерла от отравления, и все это только на словах. Клоун, клон, он еще и неплохой психолог, если бы был уверен, что Лена купится. По поводу нотариуса, он сказал, что это его давний знакомый, и он может с ним договориться о том, чтобы он уничтожил копию договора, и также уничтожил запись о приеме. А что значит денег? Ну, по деньгам он сказал, что, ну, как бы, ну, миллион-то уже у Римы Петровны. Ну, это да. И он сказал, что он, как честный человек, свой процент вернет. Вернет? Да, это сто тысяч он вернет. Пришлите мне, пожалуйста, на мой телефон, ладно? Да, сейчас, сейчас я вам отправлю, все. Куда? 8-928. Три. Да. Спасибо вам большое. Все пришло. Извините, что я вас так встретила. Спасибо вам, что все рассказали. Все будет хорошо. Не переживайте. Спасибо. Если у меня будет какая-то информация, она, скорее всего, появится. Я вам обязательно позвоню. Да, звоните. Я пишу. Слава, подай-ка телефон, я Феликсу Минрочек скину. Спасибо. Давай. Штаб, внимание. Тут какое-то движение у квартиры старушки. Принято. Они там что? Строиматериал таскают, что ли? Судя по всему, да. Так, я тогда погнал туда. Вот. Попробую выяснить, как бабулька оказалась в квартире. О, спасибо. Мобильная группа, я выезжаю к вам. Ждем. Все, давай, Слава, удачи. Ну, ребят, я полагаю, что вы все слышали. Я в шоке, шок во мне, и мы оба в тупике. Я считаю, что нам нужно этих уродов из-под земли достать. Достанем, Даша, достанем. Кстати, в квартире Риммы Петровны появились какие-то люди. Слава отправился туда. Думаю, что-нибудь выяснят. Я нам позвала. Добро, жду. Феликс пробил номера Риммы и риэлтора. Симки левые оформлены на других людей. Мы будем копать. Недвижимость – это тема номер один для мошенников. Она подписала с пенсионеркой договор пожизненной ренты. И через какое-то время оказывается, что старушка померла. Римма Петровна никогда не являлась собственником этой квартиры. Я сидела в тупике. И Валентин как раз оказался одним из риэлторов. Валентин сказал, что нотариус у него есть свой знакомый. На следующий день он мне позвонил и сказал, что Римму Петровну отравили. Он сказал, что для того, чтобы меня не подозревали, лучше всего расторгнуть данную сделку. А что насчет денег? Миллион тоже Римму Петровну. Ну, это да. Штаб, внимание. Тут какое-то движение у квартиры старушки. Принято. Погнал туда. Попробуй выяснить, как бабулька оказалась в квартире. Володь, но я на месте, буду подниматься в квартиру, так что подключайся. Подключаю, Слава. Включен, что в порядке? Да. Спасибо за зарядки. Здорово. Здорово. Ты ремонтник, да? Ну да, куда прочь. Слушай, а хозяин дома здесь? Да. Йо, там следуйте с Сашей. Можно я, с твоего позволения, пройду? Юра, здравствуйте. Меня Вячеслав зовут. Я с телеканала Че, проект Охотники. Мы ищем мошенников. А смотрите, здесь такая ситуация случилась, что несколько дней назад в этой квартире женщину кинули на деньги. Так, отправлю-ка я фотку этого мужика. Леня, вдруг она его узнает. Да не, не, не. Ты это я... Эй, Юр, тормози, да ты что? Э, ты что, больной что ли? Совсем дикий, из леса сбежал. Я тебе говорю, поговорить я с тобой хочу. Что ты хочешь? Женщину здесь обманули на большую сумму денег. А я при чем? Люди нехорошие, которые до тебя здесь жили. Хочу их найти через тебя. Да я три дня назад купил у Стаса. Что за Стас? По доверке, риэлтор. А, риэлтор, слушай. А, контакт есть его? Да есть. Слава, Лена его не знает. Да, есть. Дай по-братски. Ты так на всех людей, что ли, бросаешься? А, чё, блин? Так реально, как строжевой пёс. Ты чё, так же нельзя. 927. Ага. 735. Ага. Всё? Да, да, всё. Всё. Юля, давай, ты меня извини, конечно, но так тоже нельзя же. Все же люди, мы же цивилизованные. Общаться надо. О, туфли тут. Ты здесь подошёл? Да, всё, уже всё нормально. Ну ладно. Приятного щепития. Спасибо. Не, ну ты видел, а? Злой, как собака. Это вот Юра, я же просто поговорить хотел. Володь, на связи? На связи, Слава. Я там тебе скинул контакты этого Станислава. Добро, сейчас я ему перезвоню. Давай, отлично. Отлично. Здравствуйте, агентство. Дом Станислав Садовников, я вас слушаю. Здравствуйте, меня зовут Владимир. И мне вас рекомендовал мой товарищ Юрий, который купил у вас квартиру на Вересковой улице. Возможно. Чем могу вам помочь? У меня желание тоже приобрести квартиру в том же районе, но есть маленькие трудности. Мне нужна консультация риэлтора. Вы знаете, к сожалению, на этой неделе не выйдет у меня показы и сделки всё забито. Станислав, давайте, чтобы я не был слишком назойливым, я могу с вами встретиться в любой точке, где у вас будет показ. Ну, в вашей машине, например. Ну, можно и так. Давайте я вам три адреса скину со временем. Вы тогда посмотрите, какой вам удобней. И мне тогда отпишите. Хорошо, и номерчик машины, пожалуйста, туда же, чтобы я не искал вас. Хорошо, до встречи. Спасибо. Привет, что я пропустила? Ой, практически всё. Заходи. Например? Значит, смотри, квартиру, в которой якобы умерла Римма Петровна, продали. И продали её по-настоящему. Слава добыл контакты риэлтора, который проводил сделку. А риэлтор не Валентин случайно? Не, не Валентин. Зовут его Станислав. То есть ты думаешь, что действующий риэлтор будет так рисковать своей работой и проворачивать нам эти все схемы? Ну, вполне возможно. Сейчас поеду, всё узнаю. Давай. Ты за главную. Как всегда. Ребята, вижу машину риэлтора. Начинаем работать по фэн-шую. Окей. Кинь скрытку в машину. Здравствуйте. Да, да. Вы Станислав? Станислав, да. Я Владимир. Да, да, да. Он самый. Ох, погодка сырая. Да, погодка шепчет сегодня. Рассказывайте, Владимир, в чём у вас сложность выбора? Ну, в общем... Жена увлеклась меня... Отправлю за фотку Елене. И теперь ей вот кровь из носу надо, чтобы квартира, чтобы окна, ну, понимаете, да? Туда, на север, там, на юг, я не знаю, на запад. На юго-восток, скорее всего, потому что это самая сильная зона по фэн-шую считается. А вы в теме? Идеально. Я вынужден в теме, да, потому что вы у меня не первый такой клиент. Надеюсь, тогда мы с вами сойдёмся. Сойдёмся, да. Давайте посмотрим, что у нас в варианте. Варианты какие? Так, вот, отличный вариант. Дому пять лет. То есть, практически новый дом, элитное жильё. Один хозяин. Прекрасно. А точнее, хозяйка. Так, она уехала сейчас в Новий сад, это Сербия, к мужу жить. Все документы у меня оставила, всё для сделки у меня есть, все доверенности, все документы. Кстати, когда продаёшь квартиру по доверенности от хозяина, а собственник далеко, то это очень даже подходящая квартира для нашей схемы. Крути там, что хочешь, никто не контролирует. Володь, Елена его не опознала, это не Валентин. Ваминых магазинах, таким магазинами... Привет. Привет. Володя, встречаешься с велтором? Да, уже. Это вообще отличная квартира. И как? Хоть Елена его и не узнала, но мне почему-то всё равно кажется, что он каким-то боком причастен. А, вот так, да? Володь, оставляй камеру, надо за ним понаблюдать. Ну, я думаю, что это не беспочвенно. Ну, я, в принципе, тогда как бы доведусь... Слышишь, как говорится, если вам не показалось, то вам не показалось. Спасибо. Надо на связи. Да, 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 обязательно. Обязательно. Всего доброго. Опа. До свидания. Ну, всё, ребята. Кроме скрытки, я ему и маячок подбросил. Наслаждайтесь, а я на базу. Володь, сигнал идёт, всё отлично. Смотри-ка, Стас кому-то звонит. Юля, привет. Слушай, есть работа для тебя. Бали, мне срочно надо... Ты... А, где ты сейчас? Понял. Скажи адрес, пожалуйста. Сейчас, секунду, в навигатор вобью, посмотрю, сколько ехать. Так. Бульвар. Дом 15. Какую такую срочную работу может предлагать реактор? Ну, вообще разная. Ну, что нам гадать сидеть? Я погнал. Всё, отлично. Всё, выясню? Выясню. Ну, да. Нам же нужны факты. Только обязательно всё выясни. Ну, а я по-другому не выясняю. Недвижимость – это тема номер один для мошенников. Она подписала с пенсионеркой договор по жизненной ренте. Я сидела в группе, и Валентин как раз оказался одним из риэлторов. На следующий день он мне позвонил и сказал, что Римму Петровну отравили. Он сказал, что для того, чтобы меня не подозревали, лучше всего расторгнуть данную сделку. А что насчёт денег? Ну, миллион тоже Римму Петровну. Ну, это я. Римма Петровна никогда не являлась собственником этой квартиры. Да я три дня назад купил у Стаса. Что за Стас? По доверке риэлтор. Вы Станислав? Станислав, да. Я Владимир. Да, да, да. Он самый. Юль, привет. Слушай, есть работа для тебя. Какую такую срочную работу может предлагать риэлтор? Я погнал. Всё, выясню. Так, ребят, ну я на точке, и Станислав, судя по маячку, тоже будет вот-вот. Принято, Слава. Ох. А вот и Стас подъехал. Так, Стас вышел из тачки. Пять минут поговорим. Что у тебя тут за свинарник? Юль, это не свинарник, это творческий беспорядок. Встреч много, поэтому всё бывает. Так, давай по делу. Значит, у нас есть три квартиры. Первая полярная, твоя знакомая, ты там уже была. Так, а в смысле полярная, что там три дня назад было? Ну да, три дня назад. У меня завтра там показ, поэтому там надо сделать влажку. Вторая, вторая. Это у нас новая квартира, ты там не была. Это проспект Вернадского. Вот адрес и ключ к домофону, код. Старый дом? Да, а не новый. По-моему, 55-го, что ли. А кто хозяин? Ой, да какая тебе разница, кто там хозяин? Ну, в смысле, какая есть? Ну, бабулька, я тебя. Я-то на полдня на ней убью. На эту квартиру так ещё и пылесос с собой мы ещё надо подтащить. Да, квартирка там советская, действительно. Подубитая такая. Дедулька там жил, сейчас его внучок хочет продавать. А в Номде? В Питере. Слушай, а какая тебе разница? Для уборщицы она какая-то слишком любопытная. Не находишь? Скину я её фотку Лене. Давай. У меня оно не надо. У него столько раз такое было. Да, понимаю, понимаю. Пока. Пока. Ну, что там? Уборщицу Юлю Лена не знает. Холостой выстрел. Не попали. Так, ребят, Юля машину завела. Я тогда за ней поеду. А за Стасом пусть мобильная группа последит. Да, Слава, давай. Она нам тоже показалась подозрительной. Всё, познали. За Юльфри. Так, ребят, Юля на мойку заехала. Приняты слова. Похоже, какой-то её знакомый. Ну, давай его фотку отошлём Лене. Конечно, отошлём. Хотя, я думаю, что она нас уже прокляла за эти сообщения. Ничего страшного, у меня есть святая вода. Ну, ладно. Ну, чем порадуешь? Да, спам. Как обычно, знаешь, каждый день эти рассылки. Слав, Лена опознала в этом мужике риэлтора Валентина. Вот. Сколько у вас таких остряков было, а? Я не понял по твоим глазам, что это не спам рассылка. Ну, что у нас, Донька? Короче, смотри, у нас из квартиры Невернацкого. Стас её по доверенности продаёт, а хозяин живёт в Питере. А чего, живёт у тебя? Да, не у меня, но у Стаса там постоянно показывает. Ну, сколько у нас есть? Ну, смотри, я думаю, что скажу, то, что там тараканы развились, нужно мыслить травилку, ну, и, соответственно, ещё галитинный убор. Примерно где-то неделю, я думаю, это есть. Прекрасно. Одного клиента успеем отработать. Ты тогда завтра сделай там влажку, а послезавтра мы уже сможем туда клетку отвезти. Назначим время где-то участия в жизни. Вон оно как. Классический вариант. Уборщица, как и дворецкие, получает информацию и передаёт её своему хозяину. Тем более с таким мы уже сталкивались. Ничего не меняется. Такая, знаешь, певица, такая письма, раньше с каждого тебя играла. Всё, всё, я знаю, знаю. Я, короче, не знаю. Вот такая, короче, песня. Ну, ладненько, что, тогда договорились, да? Да, да. Максима подъехала? Давай, счастливо. Пока. Так, ребят, я тогда газую за Валентином, а за Юлией мобильная группа посмотрит. Принято, слава. Ну, короче, схема ясна. Юля предлагает квартиры из старого фонда, которые продаёт риэлтор Станислав своим подельникам. И он точно не в курсе, как уборщица их использует. Да. А потом Валентин находит клиентов через группу в соцсетях и заселяет туда бабулю Римму. Осталось найти бабулю и нотариуса. Ну, я думаю, мы это сделаем через Валентина или на самой квартире. Недвижимость – это тема номер один для мошенников. Она подписала с пенсионеркой договор по жизненной ренте. Я сидела в группе. И Валентин как раз оказался одним из риэлторов. На следующий день он мне позвонил и сказал, что Римму Петровну отравили. Он сказал, что для того, чтобы меня не подозревали, лучше всего расторгнуть данную сделку. Римма Петровна никогда не являлась собственником этой квартиры. Это у нас новая квартира, ты там не была. У нас есть квартира на Вернадского. Стас ее по доверенности продает. Одного клиента успеют работать. Написано в возрасте. Зовут Олеся. Осталось найти бабулю и нотариуса. Ну, я думаю, мы это сделаем через Валентина или на самой квартире. Мобильная группа проследила за Юлей, когда она убиралась в квартире на проспекте Вернадского. Так нам удалось выяснить точный адрес. Валентин уже привел туда лжехозяйку Римму Петровну, и она сейчас ждет там клиентку. Поскольку мы слышали, что Валентин не знает, как выглядит клиентка, а только знает ее имя Олеся, мы решили внедрить в эту схему Дашу. И, кстати, рассказали риэлтору Станиславу, чем на самом деле занимается Юля в его квартирах. И Стас обещал помочь нам, достав один очень важный документ, который поможет Даше в разговоре с Олесей. Так, Даша, смотри, я сейчас задержу. Да. У тебя будет минут 10-15. Это максимум, что я могу тебе дать. Хорошо. Хорошо. Мне больше не надо, Володь. Прекрасно. Ну, я пошел. Давай. Уважаемый, стоп, стоп, стоп. Это что такое, уважаемый? Я иду к начальнику с документами, а по шапке плачать не хочу. Давайте, помогите мне собрать их хотя бы. По-человечески подойдите к этому вопросу. Давайте, давайте, давайте. Здрасте. Девушка, скажите, вы Олеся? Да. Можно вас на пару слов буквально? У меня времени не так много. Вот, поэтому скажите, пожалуйста, вы сейчас идете смотреть вот квартиру, правильно? Да. И ждете? Валентина. Валентина, отлично. Меня зовут Дарья Рубинская, я с телеканала «Чай», я журналист, и я охочусь на мошенников. И дело в том, что Валентин – мошенник. Расскажите, пожалуйста, он вам сказал, кто владелец этой квартиры? Ну да, пенсионерка. Как ее зовут? Римма Петровна. Угу. А теперь смотрите, это доказательство того, что владелец этой квартиры не Римма Петровна. Видите, это выписка из ЕГРН. Помогите мне поймать аферистов. Как я помогу? А давайте я пойду вместо вас. Послушайте, если вы мне не доверяете, вы сомневаетесь, пожалуйста, откройте интернет, включите телеканал «Че», и вы увидите передачу «Охотники». И вас не за чем обманывать. И еще кое-что. Если Валентин будет вам звонить или писать, это мой номер, скажете мне об этом, ладно? Да, хорошо. Все, спасибо большое. А теперь идите. Вам сегодня повезло, вы не попали в лапы мошенников. Это документы, знаете, какие документы? Ого-го! Ну это ваши документы, сами разбирайте. Это ваши документы, сами разбирайте. Я их укладывал. Я их укладывал, понимаете? Укладывал документы. Все, последний документ. Вот теперь все. Пожалуйста, пожалуйста. И, пожалуйста. Смотрите, пожалуйста, под ноги. И ты тоже. Здрасте. Я Валентин. Очень приятно. А я вас жду. Вы не знакомы? Здрасте. Ну пойдемте в тепло. Да, да, давайте, давайте. Я же для этого. Смотрите, какой подъездчик. Да, замечательный. Володь. Академик, физик. В 70-е годы умер. Да что? Квартира в адрес. Не, вот и мне тоже не передалось. Потом муж ушел в 90-е. Я осталась совсем одна. Очень тихие соседи. Одиссей бубь не дал. Это грустно, конечно. Да. А вы не могли бы мне показать документы на квартиру? Конечно, деточка. Я все приготовила. Если вы не переживайте, я эту квартиру в доле покорик проверил. Ага. Все чисто. Никаких обвинений. Хорошо, спасибо. Есть коммунальные задолженности. Спасибо, я поняла. Да вы не переживайте. Я долго не проживу. У меня столько всяких болячек. Пойдемте я вам продажу. У меня медицинские справки. Ну прекращайте. Ну что вы устроили? И выписки, выписки из больницы есть. Ну что вы устроили? Сейчас. Где? Живите хоть сто лет, ну серьезно. Ну да не нужны мне ваши справки. Посмотрите. Ну прекратите, Римма Петровна. Ну пожалуйста. Ну не смешно же даже. Это был запрошенный. Вы знаете, врачи вообще сейчас такие бестолковые. И что лишь бы им прийти, лишь бы... Обратите внимание, какие тут вообще стены. Очень шикарные. Я все, я поняла. Мне все нравится. Прекратите. Уберите свои эти справки. Да, да. Я согласна. Да. Вот, только давайте я сейчас нотариуса найду где-нибудь рядышком, раз вы себя плохо чувствуете. Ой, это не обязательно. Сейчас есть нотариусы, которые домой приезжают. У меня, кстати, есть хороший нотариус. Я с ним часто работаю. Да? Ну если это удобно, я... Я ему сейчас напишу, сейчас прошу. Очень хорошо, очень удобно. Я то сейчас я себя так плохо чувствую как раз, вот прям со вчерашнего дня. Хорошо. Видимо, в смысле, пласмирное давление. Да. Да, сейчас какие-то магнитные выры сумасшедшие. Ой, не говорите, не говорите. Я могу вам в конце месяца переводить за квартиру? У меня просто виртулата в конце месяца приходит. Конечно, деточка. Не переживайте, мы все это пропишем в договоре. Давай, давай. Супер. Вот нотариус ответил, кстати. Завтра он может подъехать. Отлично. Завтра хорошо. Всем удобно? Мне да. Я все время дома. Мне еще, мне всегда удобно. Вот хорошо. Тогда до завтра. Ну все, да, до завтра тогда. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. О, наконец-то, Дарья Олеговна. Все. Ну что? Ну все. Все. Наши пассажиры. Вперед. Докладываю выполнение. Поставлена задача. Слав, ну это жалкий дешевый цирк. Ты бы видел эти документы на собственность. Нет, там просто даже водяных знаков нет. Это просто какая-то бумажка распечатанная, понимаешь? Я вообще не понимаю, как люди на это ведутся. Ну так, Валентин с бабулей стараются, отвлекают. Завтра этот цирк перестанет гастролировать. Мы на базу. Да. Окей, жду вас. Мы у дома Риммы Петровны. Нотариус уже сюда пришел, Даша уже там. И брать мы их будем только тогда, когда Слава доставит сюда Юлию. Мобильная группа ее отследила, и Слава ждет, чтобы ее взять и привезти к подельникам. Наполею, помогу девушке мне? Девушка, давайте я вам помогу. Все-таки не перевелись истинные джентльмены, еще я хочу сказать. Спасибо вам большое. Да не за что. Нет, не сложно. Ну все, Юлек, давай, поезжай. Мы раз знакомы? Ну, можно и так сказать. Меня Вячеслав зовут. Я с тобой уже, знаешь, несколько дней наблюдаю, как ты со своим коллегой Валентином мошеннические схемы крутишь в этих квартирах Станислава. Кстати, Стас в курсе тоже ваших дел, если что. Я предлагаю, кстати, поехать. Там тебя твои друзья ждут. Римма Петровна, Валентин. И этот фуфлый же нотариус. Поедем? Как вас зовут Вячеслав? Вячеслав, да. Слушайте, у меня тоже есть предложение. Давайте в полицию вызовем. Ну, давайте в полицию поедем с мигалками, что бы и нет, с комфортом. Да, все-таки давайте на моей. Так, надежнее будет, хорошо? А полиция туда подъедет. Юль, ты машинку-то, может, закроешь? А то угонят. Столько зарабатывала на нее. Смотри, давай. Сейчас я тебе ручки немножко так вот, чтобы спокойнее было. Золушка ты наша. Кладю, куда дочь из того брала? Не пылинки. Давай. Ну, все, теперь можно ехать заседание проводить. Я прошу ознакомиться, проверить и подписать. Говора, пожалуйста. Спасибо. Ну, естественно, после подписи передаете деньги. Все верно. Да, все в порядке. И я могу удостоверить расписку. Хорошо. Володь, выходи. Я подъезжаю. Ну, вот и все. Все уже в сборе. Лена и Зина ждут у подъезда. Слава, я выдвигаюсь, уже лечу. Конечная остановка. Слава. Володя. Рад видеть. Здорово. Ну что? Юльку привез. Видим? Красавица. Для коллекции. Здравствуйте, девушки. Дина, Дина, спокойно, Дина, спокойно, спокойно. Нам она нужна здоровая для того, чтобы полиция могла ее потом допросить. А не побитая. Все. Хорошо, все. А что ты вместо нее пойдешь тогда? Нормально. Если не забьешь. Все. Ребята, заходим. Теперь, Олеся, вы можете совершить платеж? Да. Но хотелось спросить. Сергей Петрович, скажите, пожалуйста, а вы правда нотариус? А какие могут быть сомнения? Ну, потому что настоящий нотариус заметил бы, что вот это вот свидетельство о собственности, которая принадлежит Рине Петровне, оно полное фуфло. Алисия не понял. А что происходит? Ну, я проходим. Аккуратно есть. Потому что это не стесняется. Не стесняемся, проходим. Так а там же друзья все близкие. Конечно. Заходим, заходим. Что ты с тобой, Зин? О-о-о. А, ты что? Тихо-тихо-тихо-тихо. Так, Зина, Зина, заходи. Так, сел. Можно для дамы место, пожалуйста? Вон он может. Вон он может. Так, что происходит? Почему нас вообще снимают? Римма Петровна, как-то у вас слабовато получается делать вид, что вы не в курсе, что здесь происходит и зачем мы здесь. Мы, Римма Петровна, охотники с телеканала Че. И хотим вот запечатлеть на долгую, светлую память вашу подлую шайку мошенников. Какие мошенники? Я вообще первый раз вижу этих людей. Так мы не про них, мы про вас. По какому праву в чешую собственность? Так, я сразу хочу сказать, что я известная в прошлом актрисе, известна в прошлом театре. Оскар! Оскар в студию! Прекрасно. Неве Петровне, Оскар, наверное, вынести в вашу. А вы когда-нибудь играли? На самом деле это она все придумала. И Валентин это придумал. На самом деле. Это его идея. А ты не при делах вообще что-нибудь? Да, просто мимо проходила. Нет, 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 ребят, я не при делах совсем. Я порядочный человек. Ну давайте за компанию поставим. Нет, 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 нет. Я порядочный человек. Я вообще хочу охотником быть. Как вы? К нам хочешь? Хочу. Слушай, ну парень крепкий. Есть идея. У нас ритуал. Ну да. Сейчас выходим на балкон. Прыгаешь головой вниз. А там то, что от тебя останется, в охотники заберем. Айда? Не, 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 я не пойду. Я не согласен с таким ритуалом. Тогда ты еще не готов в охотники, братан. Ну извини. Безобразие. Безобразие? Безобразие, ребят, это они все придумали. Я здесь ни при чем. Все полиции расскажешь, когда она приедет. Да. Пошли. Почему нет? Все, 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 все. Надо что-то оставить для полиции от него. Так, девчонки, слушай, у меня флешка. На ней записаны все похождения этих уроков. Поэтому эту флешечку берем. Зина, ты, конечно, молодец. И отдаем полиции. Газ держала до конца за сестру. Молодец. Да потому что. Вот ее надо в охотники. Во! Нормальный вариант. Вы надо лучше кандидат в охотники. Без ритуала. Можем просто так. Мы тебя даже с 10 этажа не будем заставить. Только сперва. Хотя сами-то прыгали. Чего уж там. Ладно, девчонки. Ребят, спасибо вам от души, что разумеет. Удачи. Берегитесь вы. Конечно. Спасибо. Приглядывай за ней. Окей, спасибо. Пока. Мошенники уже в руках полиции. Доказательства, которые собрали ребята, их достаточно для того, чтобы закрыть эту банду надолго. Но я хочу лишний раз вам напомнить, что аферисты мастерски играют на доверие людей. Когда вы заключаете сделку с недвижимостью, то лучше доверять не людям, а документам. Не стоит доверять человеку только потому, что он назвался нотариусом. К тому же, если его посоветовал риэлтор. Просто не стоит забывать, что список проверенных нотариусов, членов нотариальной палаты, информация не секретная. Она есть в интернете. Со всеми адресами, телефонами и фамилиями нотариусов. Вот как-то так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok